так всем здорова с вами диаморфа попросили сделать гайд на метагейма будем сейчас будем разоблачать этого короче чувачка который втюхивает ноутбуки по 140 тысяч аудитория естественно лютуют потому что это отдельное видео это отдельная реклама да и естественно какой-то лох да он ну просто может конечно повестись на ноутбук за 140 тысяч рублей да ну естественно он сейчас уже подорожал из-за курса доллара потому что это видео выпускалась 3 3 октября и соответственно можно сделать вывод что сейчас этот ноутбук чуть там может 160 может чуть больше и так что нам предлагает этот короче метагейм до новинках из области компьютерных технологий с недавнего времени всеми нами любимая дота полностью перешла на движок source 2 и теперь при запуске гриппе да уж шо в натуре source 2 перешла да и поэтому ноутбук который хотя бы там core i5 все короче он не тянет и в source 2 в целых там отнял меня целых пять fps и поэтому надо переходить на ноутбук который стоит сто сорок тысяч рублей ахеренная идея классная просто мне нравится и нами предстает дота реборн однако стоит отметить что помимо немалого числа различных багов для многих игроков стало проблемой то что и дота ребор на какие баги я не понимаю этого человека этот чувак выпускает видео 3 октября 2015 когда уже дота реборн давным давно уже полгода как существует и говорит про какие-то там баги компьютер уже не так хорошо справляется с игрой как это было раньше падение fps появления говорит компьютер не так справляется компьютер даже если он предполагает что даже если короче у вас компьютер все равно покупайте этот ноутбук за 140 тысяч чтоб потом его нельзя там детали ничего сменить нифига чтобы он грелся у вас дохерища чтобы вам даже вентиляторы которые продаются специально для ноутбука вот эти подставки они все равно даже не помогут не помогут если у вас в хате жара 35 градусов 40 ёмай различных лагов все это делает игру не слишком приятной и особенно это сказалось на тех кто играл в дотус ноутбуков да ноуты не занимают много места и удобны для транспортировки но увы это не проходит бесследно и за небольшой размер нередко приходится жертвовать производительностью на данный момент не так уж много ноутбуков способны выдать в доте ребор на хороший fps а уж тем более вдруг не так много ноутбуков это он что предполагает естественно блять если я куплю ноутбук за 10 тысяч за 15 естественно он не будет мне на высоких настройках выдавать и тянуть блин возьмем просто вот просто мы просто пролистнем пока не будем его слушать вот просто зайдем на м видео русский сайт в россии да то есть везде знают это отличный магазин которым цены более-менее приемлемые есть какие-то бонусы и что мы ищем мы ищем принципе ноутбук чтобы было у нас разрешение full hd какой там core i5 корни а опять если уже full hd разрешение то соответственно предполагается что ноутбук уже в принципе будет что-то тянуть тем более доту доту которая там якобы движок вообще занимает у его и сжирает весь fps просто ноутбук айстер возьмем самый какой-то барыжные 59 тысяч но 59 тысяч да в принципе деньги но это не 140 тысяч что у него за начинка мы смотрим эта модель в короче не буду рекламить в n7 да и тип процессора core i5 5 2 5 2000 2 2 гиггетс это блять для доты для высоких настроек это хватит с головой вот именно этот процессор оперативная память хватит графе если вы естественно не будете параллельно рендерить то вам этого бля хватит с головой графический контроллер gt 940 м 2 гигабайта есть еще и со сдвижник правда он на 8 гигабайт и 1 терабайт диска вот в целом диагональ разрешение вообще классный ноутбук хотя написано универсальный вот отзывы принципе положительные дальше идем дальше идем этого слушать их современных игр однако совсем недавно мне предложили протестировать настоящий геймерский ноутбук это asus g751 сразу стоит сказать то есть теперь он говорит настоящий геймерский ноутбук бляха муха настоящий геймерский ноутбук это ну я не знаю это как купить не знаю автобус блять самому кататься никого не возить и не использовать их его в корыстных целых целях да а просто вот кататься да на нем и потом когда придет время бля что-то менять в ноутбуке а ты такой за голову берешься но это видимо но я не знаю то если рок ноутбук урока можно менять ноутбуки которые рок у них можно менять короче тут нихрена не поймешь но это ноутбук просто г 751 без рок вот я знаю именно уроков можно менять внутренности мне помню пацан тип один писал в контакте усирался бля на ноутбук это классно ноутбук это супер конечно ну да это супер бы если тебя бабло там хоть жопой не жуй да а если там обычный крестьянин как говорится нахер тебе такой ноутбук за сто сорок тысяч который тем более сейчас уже подорожал и которому ничего нельзя сменить блять я не знаю такой лох поведется на это стильный и агрессивный дизайн сочетание черного и красного цветов плюс алюминиевая отделка все это подсказывает что внутри скрывается серьезная сила а геймерской направленности ноутбука также говорит серьезная сила скрывается я могу могу корпус компа супер там просто делать да купить там я не знаю за 200 300 долларов а сам комп там начинка будет и 100 долларов там не будет этой начинки и что я скажу бля меня супер корпус но у меня голимая начинка пиздец будет и говорят специальные кнопки в верхнем ряду первая из них запускает функцию инвидия shadow play с помощью которой ему то есть он завлекает тем что есть какие-то кнопки которые сразу вот как у меня здесь можно вырубить да можно на сон поставить вот блять обычная клавиатура у меня короче а тут типа есть кнопки чтобы вызвать и по стим или сразу записывать это тупо бренд который еще и распиариваете записывать или стримить вашу игру также имеется специальные клавиша для запуска стима и три настраиваемых кнопки под макросы что немаловажно клавиша блять для запуска стима для особых лентяев короче которые не думают когда этот ноутбук покупают у него ой бля у этого ноутбука приятная и удобная в использовании клавиатура с подсветкой 17 дюймовый full hd дисплей с качественной айпи 17 дюймовый full давайте посмотрим на м видео сколько такой ноутбук будет стоить 17 дюймовый 17 дюймовый диагональ разрешения 1920 1080 1 терабайт gtx 960 2 гигабайта core i7 6706 к и сколько такой ноутбук как вы думаете будет стоить ну бля я явно не 140 и не выше тысячи рублей такой ноутбук стоит 99 тысяч да это тоже цена но 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 можно и найти дешевле силу того что сейчас вот грубая обама да как бы там играется с долларом с рублями конечно же сейчас тяжко будет купить какую-то технику по дешевке за 70 тысяч да например найдем так тоже 17 дюймов 70 тысяч это какая g771 gv 17000 но тут core i5 эту бля просто мы говорим о том что ноутбук потянет на высоких dota 2 вот этот ноутбук потянет он скоро стоит ровно половину 70 тысяч 890 рублей имеет процессор core i7 с частотой 2.5 гигагерца и 2.5 гигагерца хорошо 2.5 гигагерца а тут core i7 понятно то что за 70 тысяч вариант core i7 за 60 тысяч тут core 5 тут так что он говорит core i7 да за 70 тысяч нам предлагают core i5 за 90 тысяч за 99 тысяч нам предлагают core i7 6 700 2 и 6 гигагерц сколько он говорит 2.5 с частотой 2.5 гигагерца 2.5 вот видите как наёб 2.5 блять каких нахуй 2.5 тут если предлагает нам за 100 тысяч i7 6 700 до hq 2.6 гигагерц уже наёб